Друзья, всем привет! Мы находимся в Бородянке. Я с очередным визитом здесь. И я вам хочу показать сегодня потрясающее место. Одно из доказательств, наверное, того, что здесь происходило и тех преступлений. Возможно, это будет интересно правоохранительным органам и Международному суду. Это... Не буду говорить, что это за место. Ну, одно из... В центральной части города одно из мест, да. И именно в этом месте располагались российские снайпера. Мы можем посмотреть. Они разрисовали эту комнату, да. Тут никто, кроме нас, духом не сломлены. И всякое такое... Тут написано небо. Небо поможет нам. Мы можете посмотреть. Георгийские ленты. Вот здесь вот их значки. Но самое интересное... Самое интересное... Сейчас я вам покажу. Тут вечная битная, вечная слава. Страха нет и прочая херня, да. Но самое интересное здесь... Это была позиция снайперов. И посмотрите, пожалуйста... Сейчас... Секунду. Так. Возвращаемся. Нужно было немножко отвлечься, переговорить с людьми. Так вот, друзья. Совершенно потрясающее место. Посмотрите. Значит, на точке для снайперов... Тут нарисована карта. Нарисована карта с обозначениями. 4 дерева, 620 метров. Роща, посмотрите, да. 420, лэп, 300 метров. И карта обозначений. Вот 300 метров до лэп. Посмотрите. Вы ее можете увидеть. Вот она. Я ее вижу. Видите ее и вы. Вот она. То есть, с этой позиции нарисовано 300 метров. Ну и другие обозначения. Роща, да. И то, что было там написано. Очевидно, речь идет... Я не военный специалист. Не эксперт. Да, вот 12, 9, 6 и 3 часа дня. Для обозначений. Карта с указанием метров. Я так полагаю, что это сделано для того, чтобы можно было корректировать огонь. Для того, чтобы можно было давать точные наведения. Возможно, артиллерия. Возможно, каким-то другим, я не знаю, войскам для других атак. Но мы можем видеть о том, что были уничтожены здесь абсолютно гражданские объекты. Это и школа, и здесь находилась и музыкальная школа. И вы видите, что это обычные дома обычных жителей города. То есть, понятно, вот с этого места, что наведение давалось по этим объектам, которые абсолютно... Ну, гражданские, что ли, да? Это школы. Музыкальная школа. Там находится дальше стадион. Но вот это подтверждает, я думаю, что... Вот так вот, друзья, это выглядит. Друзья, другое место. Посмотрите, это похоже на ДОТ, на какой-то, да? Или на какое-то, ну, место, откуда вёлся огонь. Укреплённое место. Вот вы видите, тут просматривается одна позиция. И какая-то просматривается что-то другое. Здесь стояли, я так понимаю, какие-то пулемёты, не знаю. Написано, не спи, написано... Ещё что-то написано. Но самое отличное, конечно, и самое интересное. Да, бди, смотрите, да, бди, не спи. Это, то есть, я так понимаю, какой-то был наблюдательный пункт, какая-то позиция для обстрела. Вот буква ВИ. Да, но самое интересное вообще, посмотрите, что написано. Написано, миру мир. Вы представляете себе? Написано, миру мир. Понимаете, это те люди, которые пишут это баллончиком, да, которые обустраивают огневые позиции в зданиях и которые делают корректировку по музыкальным школам, просто по школам в Бородянтке. Бди, не спи, принял, наблюдай и миру мир. Представляете себе, какой сюр? И при этом они обустраивают огневые позиции. Друзья, абсолютно эксклюзивные кадры, я думаю. Посмотрите, сколько... Мы находимся между Бородянкой и Макаровым. Посмотрите, сколько здесь боеснарядов находится. На этой территории работают минеры, саперы, правильно, наверное, сказать. Работают саперы, и они ходят, пытаются расчищать поле от вражеских разных боеприпасов. Вот здесь вот вы видите уничтоженные... Смотрите, это уничтоженная техника грузовики и другая военная техника российских солдат. Они перевозили боекомплекты после уничтожения. Вы видите, ну, понимаете, что украинские защитники сделали с этими транспортными средствами военными российскими. После взрывов очень много, очень много бомб разлетелось по территории. И это не включает те мины, которые оставляли и минировали сами российские войска. И, значит, вот эти вот бомбы, поврежденные особенно бомбы, они... Ну, не только бомбы, да, вот эти вот снаряды, разные-разные снаряды. Они раскиданы по полям, по украинским. И сейчас на территории Киевской области работают наши саперы, которые стараются разминировать как можно больше, найти и разминировать. Ну, только посмотрите, это за последний день, это количество снарядов, которые вот за последний день, вот сегодня, да, за сегодняшний день, которые были найдены вот на вот этом вот участке, на вот этом вот участке. Такое количество абсолютно, ну, я не знаю, сумасшедший дом. Посмотрите, наши ребята ходят и находят их и разминируют. Это абсолютный ужас. Посмотрите. 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 Чего тут только нету. Что? Так вот, я думаю, как мы видим, что мы видим, как мы видим, это очень много всего. Да. Ээээ... И это, как мы видим, если вы здесь здесь, или мы здесь, это работает. Так же, это просто. Ну, это очень тяжелая. Так, что это conditions. Этоquipe снарядов? Это мурина? Данное место установлены в руке.